Игорь Михайлович, я знаю, что сейчас ваше педагогическое имя не нуждается ни в каких рекомендациях. Оно широко известно и в Советском Союзе, и в Зорубежон. Вы замечательный педагог, преподаватель центральной в Союзе музыкальной школы Примосковской государственной консерватории. Но были времена, когда вы сами были студентом и были учеником выдающегося профессора Константин Николаевича Игумова. И, конечно, я думаю, те принципы, которые были заложены им, наверное, отразились и на вашей педагогической работе. Какое влияние Иоанн Гумов на вас? Мне выпало большое счастье заниматься у такого выдающегося профессора Константин Николаевича Игумова. Это были замечательные уроки, незабываемые. Но это были не те уроки, из которых уходишь пораженный какой-то грандиозностью, задачей, невыполнимостью их. Наоборот, у меня было такое состояние после урока, что в сущности я это знал все. А он мне подсказал только мои собственные мысли. И я думал, как удивительно сходятся у нас с ним отношения к музыке. Вот этот вот принцип, первый и главный принцип, который я старался пронести через всю свою педагогическую жизнь, занятия с учениками. Чтобы они почувствовали то же самое, что я им подсказываю их мысли музыкальные. Прошли годы. Когда мы были студентами, мы как-то относились к общению с Константин Николаевичем как к чему-то естественному и нормальному. Но когда прошли годы, мы особенно оценили его. И вот, когда мы начали сами преподавать заново, всплыло все то, чем одаривал нас Константин Николаевич. И пропущенное через собственный опыт приобрело все это новую силу и служило нам таким самым надежным компасом при решении самых сложных педагогических задач. А вот в какой области педагогической илумных оставил наибольший след? Конечно, в области фортепианного звучания. В отношении... Сам мастером, по-моему, вашего... Да, как так сказать, волшебник фортепианного звука. В отношении к звуку, конечно. И это был второй принцип, который я старался применить в своем педагогической работе. Внимание к звуковому воспитанию. Понимаете, можно сказать такую банальную истину. Музыка – это искусство звука. Поэтому главный критерий, независимо от того, какая интерпретация, какой стиль, какая фактура в музыке, какой темп, штрихи, нюансы и так далее. Главный критерий заключается в том, как все это звучит. Да, в общем, мне кажется, есть пианисты, которые делают все, но если это не звучит, то эффект сходится к нулю. Да, вот это, наверное, будет главной темой этого разговора сегодня. Как? Мы учимся звучать на рояле. Но ведь для того, чтобы звучать, нужно уметь и слышать себя. Да, конечно. Правда, все ученики играющие утверждают, что они слушают и слышат себя, но это не всегда бывает так. Вы знаете, если говорить о принципах звукового воспитания Константин Николаевича, то я бы начал с такой одной лаконичной фразы, в которой сконцентрированы основные звуковые задачи. Константин Николаевич говорит, в сущности все, решительно все сводится к одному, внимательно себя слушать. Это первая заповедь, которой мы должны следовать с самого детства. То есть не мы, а лучше учеников, с самого детства. Эта заповедь, этот принцип охватывает главные стороны звукового и технического развития. В ней, в этой заповеди, главные условия развития индивидуальности. И, наверное, секрет в этом и заключается, секрет того звукового волшебства, которое приписывается Константин Николаевичу. То есть, внимательно себя слушать. Вот первый главный принцип в звуковом воспитании. Но ведь все, кто играют, ученики утверждают, что они слушают тебя, уши-то у них открыты. Да. Ну, я далеко не уверен. Если иметь в виду активное исполнительское слышание. Часто вместо этого они увлекаются своими переживаниями, которые иногда очень далеки от тех, которые вдохновляли автора этого произведения. Эти переживания, как правило, не доходят до звукового выражения, которое остается бледным, беднообразным. При этом появляется много лишних движений, которые приводят к манерности и снижают уровень слухового контроля. Все это разрушает, мельчит фразировку и лишает исполнения перспективы развития, замыкая его в отдельных мелких отрезках. Как только пианист начинает внимательно себя слушать, я цитирую Константина Николаевича, внимательно себя слушать, он перестает качаться как маятник. В результате создаются условия для выразительной и звуковой окраски, для более цельной фразировки. А главное, исполнение приобретает перспективу развития в крупном плане. Здесь и приведу некоторых сонеров. Вот, например, возьмем эту приведу. Вот, готово. Если он играет, пользуясь излишними движениями, как бы подчеркивая каждую ноту, он замыкает каждую фразу, каждый отрезок замыкает, не давая музыке перспективу большого развития. Что? Мельчит музыку и препятствует цельности. Ну или, скажем, возьмем какой-нибудь другой пример, ну скажем, если так играет, то на этом, в сущности, можно и кончить фразу. Развитие анонимии. Музыка становится горизонтальной, а так она была, в сущности, вертикальной. То есть она дробилась на отдельные какие-то части. То же самое и, вот скажем, если некоторые слишком усердно... Дробя этим музыку и как-то лишая ее какого-то такого цельного, большого, крупного развития. Я бы сказал, если он слушает себя, внимательно слушает переход одного мелодического звука в другой и так далее, то он будет играть. Это уже относится и к детскому репертуозу. То, что если он играет тему из вариаций мейкопара, таким образом... Она не только теряет, так сказать, горизонтальное свое развитие, цельность. Она просто дробится на отдельные части и стоит как бы топчется на месте. В то время как мы учим уже в этом возрасте вести... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тогда он естественно, как я сказал, как только начинает слушаться, он перестает качаться. Потому что если мы хотим что-то слышать, мы обязательно останавливаемся и прислушаемся. Таким образом он должен прислушаться к продолжению каждого звука мелодии. Если он не слушает, если он качается, нам сразу ясно, что он слушает только в момент звукоизвлечения, а продолжение его в момент звукоизвлечения. Мне кажется, не больно и аккомпанемент как-то обретает свое место на втором плане, если слушается текст. Аккомпанемент на втором плане? Да, конечно, аккомпанемент на второй план, но в аккомпанементе должна быть своя линия выразительности. Да, но это уже где-то в другом форме. Он должен сочетаться, да. Но мы, наверное, до этого зайдем. Но, во всяком случае, вы правы, действительно. И на аккомпанемент, и в свою очередь аккомпанемент тоже влияет на течение музыкальных фильмов. Но превалирующей все-таки, наверное, является мелодия. Конечно, конечно. Если я играю, если я слушаю, то я не буду играть так. Это я не слушаю мелодию. Как только я начинаю слушать, у меня аккомпанемент плывет. Он не мешает, но в то же время он помогает. Как я сказал, он имеет свою меню выразительности взаимодействия с мелодией. Вот. Ну, я уже не говорю, что исполнение, когда он начинает себя слушать, перестает качаться, излишних движений руки, кисти нет у него. Все приходит в норму, и это больше соответствует и стилю, и содержанию, и характеру исполняемой музыки. Кроме того, мне кажется, это заставляет и того, кто слушает, концентрироваться. Безусловно. Я всегда говорю ученику, если ты сам себя слушаешь, ведешь мелодию, ты заставляешь и слушателя идти вслед за тобой. Да, это невольно просто. Безусловно. В этом секрет воздействия исполнителя. И магнетизма такого. Безусловно. Какие-то невидимые нити, которые протянуты. Это вот контакт со слушателем. Или его нет, или он есть. Когда он есть, то можно в сущности делать все, что угодно. Вы будете вести слушателя за собой. Так поступал Сафраницкий в свое время. Он в третьем отделении своего концерта, которое называли бесы его, который был бесконечный. Он мог делать все, что угодно творить. Вопреки тому, что он делал вчера или позавчера, решение иначе, публика была заворожена. Я не знаю, это мы уже определились. Евгений Михайлович, ну все-таки выразительность, наверное, это главное, что нужно, что требуется от исполнителя. Вот в чем все-таки причина недостаточной выразительности? Да, в чем причина? Мне кажется, одна из причин заключается в том, что у некоторых учеников, между прочим, не без помощи педагогов иногда, вырабатываются стандартные приемы исполнения, скажем, пьяно, месофорта, форта. Стандартные, одинаковые приемы исполнения канцелями, одинаковые технические приемы. Одна манера. Исполнения и звукоизвлечения без учета различия стиля, содержания и характера. Иногда это называют ошибочной школой системы. А разве может звучать одинаково? Например, мелодия в такой... Глубокая канцелена, выражающая какую-то открытую задушевную песню. Или можно ли играть одинаково? Естественно, что эта строгая, погруженная в себя музыка, как молитва, она должна исполняться совершенно другим звуком, совершенно другим приемом, что ли, нестандартным, совершенно различным, чем стафомодельическая пьеса вот этой канцелями Дельсона. Или, скажем, форты возьмем. Можно ли исполнять одинаково? Одинаковым звуком, скажем, вот такой... Как бы рвущийся изнутри или из души, как хотите, полной отчаянной силы, не знающая преград музыка. Или, скажем, тоже форты. Тема из 32 вариаций Бетховена. Тема, наполненная потенциальной драматической какой-то силой, сдержанной, напряженным, напряжением воли, как сжатая пружина. Совершенно разный звук, разный прием. Или, скажем, что общего в пьяно, скажем, в мелодии разлуки Гвинке, грустной, проникновенной мелодии. Или, в полной отрепетного волнения, с таким, поем, скребно. ПЕСНЯ 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 Или, скажем, наполненной горделивой спесью, ПЕСНЯ 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 Что общего в этом корпусе? Что общего пьяна, который я показывал? Достаточно убедительно, я показал разницу. Да, в общем, так быстро вы менялись действительно. Но, во всяком случае, я хочу этим сказать, что не годятся стандартные шаблонные приемы исполнения пьяна. Все эти примеры, несмотря на одинаковые нюансы в них, они должны играться разным звуком, разным техническим приемом. А главное, исполнению должно предшествовать разное исполнительское состояние. Ну, а вообще, что такое исполнительское состояние? Вот что такое исполнительское состояние, в чем оно заключается? Ну, прежде всего, в ясном понимании стиля, содержания и в ярком ощущении характера настроения пьесы. Ну, это ясно всем. Вот на этой основе формируется мысленно-звуковая картина. Так ее называл Иосиф Гофман. Мысленно-звуковая картина. А Константин Николаевич тоже самое называл звуковым представлением. Но это в сущности одно и то же. Так вот, на основе понимания стиля, характера должна сформироваться эта картина или это представление звуковое, которое определяет, например, следующий характер исполнения. Вот скажем, ноцартовской темы, легкой, с легким, грациозным дыханием ее. Или, скажем, активный, настойчивый, устремленный к верхним точкам и укругой ритмичностью. И, скажем, формироваться картина перед исполнением, ну, скажем, ноября Чайковского. Это глубокая Кантилена, какие-то парющие звуки. Полная грусти, полная тоски мелодия русская. Можно ли сравнить прием звукоизвлечения, скажем, с такой музыкой? Где дрожащие звуки, как мерцание ломит хладбиско. Совершенно иная картина, совершенно иное представление. Иная мысленно-звуковая картина должна предшествовать. Вот здесь отдельная, там глубокая мелодия. Все же отдельные мазки, капель. Я даже не хочу соединить в такой капель. Да. Когда он начинает без сложившейся картины, без сложившейся представления играет, то звучит совершенно иначе. Но можно, так сказать, показать. Например, Моцарт так. Обратите внимание на одну деталь. Здесь уже мы имеем дело и с двигательным приемом. Скажем, сюда должна взлететь последняя нотка. И она должна опуститься вниз. Когда играет без сложившейся представления, обычно все идет вниз. Отяжеляя тем самым и лишая его характерного для него грациозного характера. Или, скажем, возьмем тот же пример из соната Бетхоэна, который мы приводили уже. Значит, если не сложилось правильное звуковое представление, картина, то... Во-первых, это играет. Вместо того, чтобы нанизать на какую-то ленину. А во-вторых, самое главное. Вот что делает. Получается, мало того, что топтание навесить. Получается, отсутствие рака. Она разбита на отдельные отрезки, отяжеленные и совершенно нецельные. Вместе с тем, если мы... Тогда мы взлетаем. И это дыхание для того, чтобы... Оно объединяет... Оно объединяет со следующей фразой. Потому что в паузах тоже... Паузы тоже должны звучать, соответственно. Не все равно, как в паузе мы ведем себя. Слушаем ли мы, дышим ли мы... Или мы просто ожидаем. Вот. Кроме того, оно способствует динамическому нарастанию. Потому что если мы... Сюда, то нам надо поднять... Мы прилипы. В то время... Этот размах, это дыхание нам... Дает естественное усиление звучности, динамическое нарастание. Вот. Ну, конечно, и ноябрь будет без сложившейся картины играть так. Кстати, так многие и играют. То же, если мы послушаем Рахманину, который, мне кажется, как никто понял эту музыку. То он из этого делает как раз то, что я пытаюсь не очень успешно показать. Его не скопируешь. Вот. То есть это просто, как мне кажется, другими словами можно сказать, что смысл появляется от музыки. Смысл? И главное смысл не просто смысл, но звуковой смысл. В этом все дело, мы уже говорили, что музыка искусство звука. Всякие наши самые глубокие мысли и самые глубокие переживания и чувства, все они должны быть выражены в звуках. Если мы садимся за инструмент, а не оставаться... Возникает следующая проблема. Лученик, скажем, представляет себе эту картину. Да. Но как соединить ее, перевести в другое, так сказать, следующее звено исполнения? Очень правильный, правильный вопрос и своевременный. Действительно, можно представлять картину, а звучать совершенно по-другому. Так вот, мне кажется, что связующий механизм перевода представления в конкретное уже звуковое воспроизведение, да? Это предварительное слышание. Причем это не абстрактное представление образа художественно-музыкального в общих чертах или настроение пьесы, но конкретное внутреннее слышание звуковой окраски. Ясное представление даже двигательно-технического приема, при помощи которого мы достигаем воспроизведения замысла. Вот такое внутреннее слышание, которое соединено со звуковой окраской, ясным представлением, и с тем приемом, которым мы достигнем, вот уже на инструменте. Короче говоря, это предварительное слышание, и это не только то, что я сделаю, но это то, как я это сделаю. Это и есть необходимое исполнительское состояние перед началом произведения, эпизода или фразы. Ну, скажем, опять привезу несколько примеров. Например, возьмем триоли. Вот есть такие триоли. Это про кофе, да? Они... Что общего в этих триолях с таким? Там упругая, как стакката, да? А здесь напевная легато, да? Что общего у тех и у других триолях с этим? Три вида триоли одинаковых и по темпу, примерно и по ритму, а совершенно разные звуковые отрасты. Ну, можно было много приводить. Возьмем октавы, скажем... Легкие, грационные такие, из концертной листа. Что может быть общего в них? Такими, скажем, мрачными, забывающими октавами. Ну, или там яркими, громкими, стремительными. Ну, я не знаю. Так что, любая фортепианная фактура может быть исполняется совершенно различными приемами, различной звуковой окраской, различным смыслом, как вы говорите, в зависимости от того, что представляет из себя музыка. Вот это и есть исполнительское состояние. Всякий игровой прием не может быть просто абстрактным. Он должен быть обязательно обоснован в музыкальном выражении. В основе своей он должен иметь музыкальное выражение. Всякий прием, который мы показываем. Нельзя его показывать абстрактно просто. Понимаете, да? Да. Точно так же каждый музыкальный образ, характер звука необходимо увязать в соответствующие формы игровых движений. В соответствующем приеме. Обратное действие. Но нельзя это понимать упрощенно. Что каждое упражнение, любое, которое мы... Оно должно быть обязательно обосновано музыкальным смыслом. Нет. Для закрепления навыка, который обоснован музыкальным приемом, может быть, он может быть окружен целой серией инструктивных заданий, которые ничего общего, так сказать, с музыкальным смыслом не имеют. Но они, так сказать, подготавливают выполнение вот этого приема, который обоснован музыкальным. Могу привести пример. Например. Вот мы уже говорили о... Вот так нужно... Вверх. У него не всегда это получается. Ему это мешает. Он не натренирован. Он не привык к тому, что... Ну ладно. Ему хочется опереться. Дайте ему такое задание. Где он не связан с какой-то музыкальной фразировкой. Он связан только с приемом. То есть он должен научиться... Кстати говоря, и левую подключаем. На всякий случай встретятся такие и в левую и в левую. Да. Кстати говоря, действует и координация. То в правую, и то в левую. Вот здесь мы можем все свое внимание, все его внимание ученика устремить на двигательную сторону. Именно каким приемом он. И вот когда он в подобных упражнениях усвоит этот прием, ему будет легче играть. Это один из примеров того, как, так сказать, чтобы не понимать это буквально, что обязательно каждое упражнение, каждый этюд должен быть обоснован музыкально. Нет. Инструктивных очень много заданий, но они должны иметь в корне в своем обязательно смысл музыкальный. Да, понимаете? Могу перевести еще один пример. Например, дети часто играют прогулку Прокофьеву. Самый главный недостаток заключается в том, что они эту прогулку совершают как бы тяжелый поступок. В кованых сапогах. Вот такими же. И получается, что эта прогулка теряет свой какой-то такой непринужденный характер и делается очень тяжеловесный и никак не напоминает детскую прогулку. Вот для того, чтобы усвоить, чтобы здесь немножко подпрыгнуть, на лету ухватить трюки. На лету ухватить трюки. Потом потанцевать на батлете. Вот опять. И прийти к той же фразе. Для того, чтобы усвоить этот прием, есть такое упражнение. И одновременно. Здесь вы можете устремить опять-таки его внимание. Именно, чтобы на этот прием. Причем, чтобы он не готовил на клавишах. Как бесполезно. А вот он. И. Такой окружок сделал. У него дышит рука. Она все время в непрерывном движении находится. У вас получается так, что рука приходит на умное место именно в тот момент, без остановки лишней. Вы правильно заметили, да. Если он раньше будет, то это упражнение бесполезное. Я точно так же и прогулку. Не так. А можно и чередовать их. Как-то. И так далее. Можно комбинировать. Это очень развивает. Развивает какое-то владение своими движениями. Очень полезно бывает. Из такой маленькой, если как прогулочка, можно сделать целую серию тех приемов, которые нам понадобятся в будущем очень и очень. Кстати говоря, тот прием, который мы даем в детстве и который не имеет перспективы своего развития до самых высоких технического мастерства, он не нужен. Каждый прием, который мы даем в детстве, он должен иметь большую перспективу развития до самых трудных и сложных вещей. Вот таким образом я могу ответить на ваш вопрос, что такое исполнительское состояние. Мы тут отвлеклись и затронули двигательные проблемы, которые тоже, вероятно, связаны тесно. Потому что мы говорим, что исполнительское состояние не только заключается в абстрактном представлении музыки, но и должно быть связано конкретно с тем приемом, которым мы добьемся этого звука. Вот таким образом мы соединили двигательные задачи с художественными музыками. Игорь Михайлович, вот Вы говорили здесь много о предварительном слышании произведения, или не всего произведения каких-то частей отдельных, каждый из них. А вот в процессе исполнения это предварительное слышание тоже играет свою роль? Да, огромную роль играет. Не только перед началом, но и в течение всего процесса исполнения. Вы знаете, предварительное слышание, оно должно как бы освещать нам руть, высвечивать каждую мельчайшую деталь музыкальной ткани. Благодаря предварительному слышанию музыкальная воля руководит процессом исполнения, а не подчиняется случайным, сиюминутным, так сказать, непредвиденным факторам. Предварительное слышание активизирует исполнительский процесс. Без него исполнение представляет пассивное очередование эпизодов, фраз или даже звуков со случайной звуковой окраской, без музыкальной выразительности и ясности. Вот чтобы, так сказать, яснее, я приведу примеры, где в процессе исполнения меняется характер предварительного слушания. Вот, например, начнем перед эпизодом разном. Вот, скажем… То есть здесь он Некоторые Можно даже паузу эту чуть-чуть сделать больше Если у нас нет этого смены моментальной, предварительного слышания, то у нас не получится этот грациозный и легкий миноэд Ну, скажем, другой возьмем Вот скажем Перед фразой Вот есть такая Понимаете, о чем я хочу сказать? Что это уже перед другой фразой Нужно контрастно, моментально контрастно Потому что многие играют опять так Получается как-то метрично Мы здесь как бы замедляем, но мы не замедляем Мы играем в том же ритме Но получается характер как будто мы совершенно в другом пульсе играем Да? Заметно? А в чем дело? А дело все в том, что мы должны дослушать каждую нотку Вот это Вот это Вот это Вот это дослушаем Вот это дослушаем То есть мы дослушаем конец каждого маленького мотивчика Таким образом у нас получается Как будто мы немножко затягиваем Но мы оставимся даже Поставить метроном А ощущение действительно какого-то изменения? Да, как будто растягивание В то время как ритм остается тот же самый Это исполнительское состояние Должно меняться вот перед фразой Перед этими фразами Ну скажем Вот внутри фразы Вот три Понимаете, да? Это уже внутри фразы отдельные элементы Обязательно должно быть предварительно ослышано Иначе мы сыграем Понимаете? Для меня вот это звучит как будто изменение плана Вот первый план И другой план, так сказать, другой уровень Или инструментов Совершенно другая Мы должны быть дослушать Мы должны быть дослушать 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 Причем интересная вещь здесь получается Если вы Обратили внимание Если мы играем Ровно совершенно Метрично То есть ритмично, можно сказать Чтобы выливается в метричность Стремясь как бы к цельности Чтобы не разрывать фразу У нас как раз получается бледно И в общем неинтересно Если же мы эти отдельные Отдельными мазками покажем Отдельными Как дослушав один Как вниз не увязывая То у нас получается Связная Связная музыка Вот что интересно Значит Связь она зависит Не от того Что мы Увяжем все Прилепим друг к другу А насколько мы Музыкально выразительно Сыграем В сопоставлении этих элементов Вот от этого зависит Музыкальная связь Ну вот Значит еще Могу привести пример Например Ну Скажем Из Детского Репертуара Тура Это Антум Да Значит Многие играют так Если у них нет Вот этого постоянного Как вы говорите В процессе исполнения Предварительного услышания Он будет Обязанно Это Разные Совершенно Звучания Разные Разные Элементы Разный Штрих Разный Смысл А там Тоже Чуть Чуть Запоздав Сначала Потом В рамки Ритма Мы введем Но Следы Глазировки Следы Контрастные Мучения Они Останутся Но Можно Привести Перед отдельными Это Перед отдельными Частями Составными Частями Ну И наконец Перед отдельными Звуками Скажем Звук 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 Понимаете о чем я хочу сказать Что если мы будем играть армут О Ритмично Ну, это невыразительно Вот перед этим у нас должно быть сработать и исполнить скейт. Тут же самое можно сказать. В чем здесь дело? Многие играют так. А ведь перед каждым пассажем нужно немножко показать схему, скелет этого, я бы сказал, хорала драматичного. Мурачного драматичного коралла, на фоне которого эти языки пламени, значит, возникают, которые их соединяют. Поэтому мы... Немножко. Понимаете, да? Значит, исполните, если я достаточно убедительно вам показал, что вот это вот предварительное слышание, оно высвечивает каждую деталь, каждую, которая помогает выразительно сыграть то или иное фразу или тот или иной эпизод, перейти от одного к другому. И внутри фразы, значит, выразительно сыграть какие-то очень рельефные, нужные нам детали. В общем, это делает исполнение богаче, как-то контрастнее, чарче. К этому все, собственно, стремитесь. Ну а все-таки такое предварительное слышание, предварительное знание, оно не умаляет роль таких вещей, как вдохновение, синеминутность, то, что отвечает... Да, я тут сказал, что когда нет предварительного слышания, то исполнение подчиняется сиюминутным факторам. Вы хотите сказать, что часто сиюминутные, которые вызваны вдохновением, часто они, так сказать, нам большие откровения музыкальные. Правильно, вы правы. Но я должен тут сказать, что не только не умаляет значение сиюминутных факторов, но считаю я, что главное в таланте – это интуиция. И что, как и в других областях, важнейшие открытия совершались именно сиюминутно, спонтанно. Как говорит Пушкин, и гений парадоксов вдруг. Но в этой сиюминутной интуиции уже запрограммированы и яркие звуковые образы, и картины, и ясность мысленно-звуковой картины, и способы, и приемы их к исполнению запрограммированы в этой сиюминутной. Откуда они взяты? От Бога. А наша задача – раскрыть эти законы и следовать им в работе со своими учениками. То есть мы не изобретаем ничего, а мы пользуемся теми сиюминутными именно факторами вдохновения, которые мы наблюдаем у больших артистов. А у них это все уже запрограммировано. Они до поры до времени этого вообще сами не сознают. Но они играют по тем законам, которые мы стремимся привить в своем воспитании. Понимаете, тут надо сказать вот еще что. Я напомню, что предварительное слышание, оно не ограничивается чисто интонационным или чисто звуковым даже представлением. Оно действует в нейросаленном единстве с такими факторами, как глубина музыкальных ощущений, как темперамент, как волевая направленность, а также непреодолимое желание выполнить поставленные задачи. А вот все эти факторы по большей части являются природными данными различными у разных учеников. Поэтому в развитии музыкальных представлений, в развитии воспитания предварительного слышания не должно быть шаблона. Единые принципы не должны приводить к стандартному исполнению. У каждого ученика представление должно складываться по-своему, приспосабливаясь к собственному индивидуальному пониманию. А педагог должен изучить ученика и воспитывая его основываться на этих индивидуальных задачах. Кстати, любой пианистический навык считается усвоенным тогда, если ученик или пианист, как хотите, может его варьировать, применяя к своим исполнительским данным. Бузоне сказал, что каждая трудность надо приспособить к своим возможностям, а не наоборот, пытаться приспособиться к ней. Мы знаем, что все крупные исполнители шли к цели разными путями. Не только в плане различной интерпретации, но и в реализации своих представлений, в исполнении подчас шли по теплыми дорогами. Например, если Сафронинский поражал слушателей неожиданными открытиями на разных концертах в одной и той же пьесе, то Микеланджело всегда преподносит нам тщательно отшлифованное до миллиграммов взвешенное звучание, всегда одинаковое в своем законченном совершенстве. По мнению Антона Рубинштейна, звуковое представление не должно быть незыблемым постоянным. В хорошую погоду можете играть так, а в плохую в дождь играть и иначе. Так он говорил Иосифу Гохману на уроках. А Скрябин говорил, что музыкальное представление сегодня одно, а завтра другое, как море. Но в этом во всем важно то, чтобы было море. Бурное или спокойное. И чтобы был или дождь, или сияло солнце. Хуже всего, когда ничего этого нет. Вот так бы я Вам ответил на замечание о семиминутных факторах вдохновения, в котором Вы совершенно правы. Мне кажется, что Ваша система обеспечивает какие-то тылы для исполнителя. Вдохновение может быть, а может оно и не быть. А все-таки то, что сделано... Элемент мастерства срабатывает. Да, он срабатывает и все-таки ниже какого-то уровня исполнения не опускает. Да, ну конечно, для того, чтобы оно было живым по-настоящему, то элемент вдохновения в нашем исполнении нужен. Ну это уже, так сказать. Но мы учим и этому, кстати говоря. Воспитываем и эти черты. Тут все зависит от нашего контакта с учеником, от яркости репертуара, который мы даем, от многих факторов. Ну а все-таки как и когда развиваются способности предварительного слышания? Ну, прежде всего, конечно, с детства. Это большая и чрезвычайно важная область музыкального воспитания. Ее надо проводить постепенно. Но обязательно с самого начала. С элементарных задач. Но систематически. Прежде всего, нужно воспитывать, прививать любовь к звуку. Вы знаете, у некоторых учеников складывается иногда такое отношение к музыке. Это мне нравится, это мне не нравится. А это я не хочу играть, потому что мне не нравится эта соната биткоина. По поводу этого Генриху Ставича Мегаусс. Однажды студентка одной сказала, что это не она, а вы ей не нравитесь. Так он сказал. Поэтому надо воспитывать любовь к самому звуку. Вот вы извлекли звук к нему. Любовь. Вы его слушаете, вы его любите. Как в одном из стихотворений. Я не помню чье это, но кто-то из русских. Полушутя. Такое четверостише есть. Стоит древесно, к стене примкнуто. Звучит чудесно, быв пальцем ткнуто. От этого нужно как-то отучать учеников. Прививать им любовь к самому звуку. Ко всему, что они играют. Баха, Моцарта или Шопена. Они, как говорится, заболели этой музыкой. Пробуждать ощущения характера, настроения. Тут успех в этой работе. Зависит от многих факторов. Я назову один из них. Это личность педагога. И его контакт с учеником. Ну и конечно от репертуара яркого, разнообразного, близкого к выполнению. Вот этот вот контакт с учеником. Это личность самого педагога. Это решающую роль. Кстати, не только на начальных ступенях обучения. Но и на более поздних. Вот. Я бы сказал, что это одна из главных сторон звукового воспитания. Чтобы привить потом любовь к звуку, любовь к музыке. Здесь надо сказать, что одна из сильнейших сторон ягумного педагога. Состояла как раз в способности музыкального контакта с учеником. Он умел слушать и сопереживать с учеником. Независимо от того, сходилось ли это с его пониманием, толкованием или нет. Когда исполнение его трогало, он мог проследиться в буквальном смысле. Независимо от того, играл ли прославленный пианист или играл юный ученик. Совпадало ли исполнение с его тракторкой или нет. Настоящая подлинная музыкальность всегда находила отклик в его душе. Не оставляла его равнодушным. Такой контакт – ценнейшее качество педагога. И главное условие успешных занятий на всех уровнях обучения. Особенно, если имеешь дело с такой богатой художе-музыкальной и человеческой личностью, как Константина Николаевича Губина. Но, конечно, это первая ступень, это главное условие. Это почва, на которой мы можем развивать, как вы спрашиваете, как предварительное слушание. Вот эту почву. Когда мы эту почву имеем, то уже нам легче ему прививать пилоразные навыки. Не имея такой почвы, как контакта с учеником. Или если ученик не верит в педагогу, ему интересно, любого звука нет, то трудно говорить о каких-то предварительных слышаниях, о каких-то приемах, о каких-то методах работы. Они, в общем, много не дадут. Но вот на этой почве уже надо развивать мышление и концентрацию внимания. В концентрации внимания уже заложены зачатки звукового представления и предварительного слушания. Это непонятно, да? Концентрация. Вот, например, даже если он играет в такую простую, в такой этюд, где детей... Мы ему говорим, смотри вперед, если по нотам, или думай вперед, чтобы вовремя и плавно, а значит и музыкально, чередовать руки. Чтобы не было... Последний момент. А что это значит? Это значит предварительное представление уже. То, что он будет делать дальше. Вот, играя это, он уже готовит. То есть думай, смотри вперед, думай вперед, двигайся вовремя и так далее. Такая концентрация, такое предварительное представление и своевременное переключение внимания с одной руки на другую, вот приводит к предварительному. По ассоциации, я бы сказал. Сначала представление просто, так сказать, звуков, нот, что ли, клавиш, скажем так. А потом это по ассоциации уже предварительное и звуковое представление. Это вот, понимаете, да? Пьеса дома. Но они забывают, что они его не научили этому. Этому надо обязательно учить и учить в классе, на уроке. По смыслному разбору. Ну, об этом можно было бы много говорить. Я бы для характеристики этих задач, я бы привел, ограничился одной схемой разбора. Чтобы в разборе по такой схеме участвовали глаза, мозги, уши, руки. А не по такой схеме, как часто. Глаза, руки. Без головы. Без головы и без ушей. Вот глаза видят, руки берут. По механическому. Да. Вот я там даже в своей первой книге, я привожу пример одного очень элементарного разбора такой пьески Василёк. Вот я привожу пример подробный. Я не знаю, вы, наверное, читали. Но я могу повторить, в чём это отличается. Василёк это такая пьеса. Такая вот. Фа-фа-ми. Р-р-р-до. Вот если вы ученика посадите без всяких навыков, чтобы он сам разбирал. Он ноты знает. Он знает клавиши. Он, значит, смотрит. Фа-фа. Нашёл. Всё. Дальше смотрит. Искалось так. Фа опять. А это он уже потерял. Он снова искренне ищет. Новая фа. Потом он смотрит. Нота ми. И ещё. И вот таким образом по капле, разрозненное совершенно, он будет разбирать. И его винить нельзя. Он работает. Он работает добросовестно. Он только так умеет. Вы ему скажите. Прочти первые три ноты. Он читает. Он знает ноты. Фа-фа-ми. А теперь сыграй. Он играет. Фа-фа-ми. Прочти следующие три ноты. Ра-ра-до. Он сыграет. Это называется групповый разбор. Теперь сыграй всё. Он сыграет так. Позволь, позволь. А что ты играешь? Как называется? Если Василёк. Ну Василёк вот этот цветок. Зачем что ты так колотишь? Сыграй нежно. Он. Ну слушай. Это потом тебе какой-то худосочный он. Совершенно. А может быть вот так. Педагог. Может вот так руку поднимать немножко. И мягко её опускать. Попробуй. О, вот теперь лучше. Вы понимаете, что мы незаметно перешли от разбора к задачам уже музыкально-звукового порядка. То есть уже образ. Это Василёк. Уже характер двух. И уже двигательный приём. Незаметно. Вот это такой элементарный приём, который я всегда привожу, когда хочу сказать, как нужно осмысленно разбирать. Ну конечно можно возразить, что это разбор отдельными группами. А дальше как? Дальше ведь будет труднее репертуар. Да. Понимаете? Но этот разбор должен идти параллельно с читкой с листа. То есть вот у педагога. А у ученика. Раз. Вот такие целые или половинные ноты. Но тут он играя с аккомпанементом и читая эти ноты, он уже не может останавливаться. Он уже должен идти всё время смотреть вперёд. То есть здесь непрерывный процесс. А тут с перерывами между группами. И вот соединив оба эти процесса, групповой и непрерывная читка, постепенно, не надеясь на то, что моментально успех будет, нет. А постепенно воспитывая и переходя в этом к более сложному репертуару, не забывая воспитывать элементы и группового восприятия, а не только по одной ноте. Которая сначала в горизонтальном направлении идёт, а потом охватывает и вертикальную сторону. Вот таким образом, умело воспитывая, мы приводим его к тому, что он приобретает правильные навыки разбора, которые потом уже нас вполне удовлетворят. И мы не будем сердиться за то, в чём сами виноваты. Вот тут вот, значит, хорошо, но я сказал схема. Глаза, мозги, а можно глаза, уши, а потом мозги. Ну это у каждого в зависимости от вероятности. Да, это не важно. А потом уже руки. Хорошо, если в эту схему при разборе ещё вносится такой нематериальный фактор, как душа. Это ещё лучше. Сразу, прямо? Да, но это, как Вы сказали, что у кого есть, у кого нет. Вот так бы я Вам ответил на этот вопрос. Евгений Михайлович, а Вы пользуетесь какими-нибудь вспомогательными заданиями для развития концентрации? Пользуюсь. 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 Много, да. Например, много вспомогательных заданий. Например, я одно, на одном остановиться бы хотел. Исполнение знакомых песен, знакомых песен, когда выписано только сопровождение, а мелодию он должен играть по слуху или наизу. Ну, вот представьте себе вот такой вот. Знаете, на этом мне хорошенько, да? Приятная мелодия. Детишки её любят. Он уже прошёл этот этап. Для него это очень просто. Вы ему скажите, ну-ка, повторю. Вспомни её. Вспомнил, выучил, хорошо, приготовил. Помнишь, да? Теперь вот тебе выписано. Вот у меня здесь выписано такая, в правой руке. Раз, два, раз, два, два. Одна голоса. И так далее. А больше ничего не выписано. А левую руку играй, мелодию играй. Ну, ты её знаешь. Причём, начало мелодии я выписываю ему. Чтоб он знал, как это сочетается, получается. Или начинается выступление. А дальше, а дальше сам играй. А. Трудно. Ну, конечно, трудно. Это уже полифония. Но это полифония, я бы сказал, эти навыки полифония, полифония гораздо более лучше развивает полифоничность, чем если он играет просто двуголосие, выписано целиком. Это тоже нужно играть. И Баха, и там другие полифонические пьески. Но как вспомогательный материал, который совсем по-другому он уже играет. Он уже осмысливает мелодию эту. Он уже не играет механически. Вот что написано там. Вот тут он пропускает и через уш, и через голову мелодию. Правда? Сочетает вместе. Может быть и более сложные варианты. Вот скажем, двуголосие. Тут мелодия переходит в правую руку. Тоже я ему начало пишу. А в левой руке двуголосие. Он не должен с листа это играть. Дайте ему выучить эту левую руку. Пусть он... Только не без права. Вы им не говорите, что это будет с коровушкой. Пусть он выучит левую руку. Сколько угодно. Сколько ему нужно. Не надо тут с листа. С листа тяжело. Это будет только его тормозить. Выучил. А он теперь, пожалуйста. Он просто. И двуголосие не сложно. Он не может не включать. Скорее, что он не может включать. Но в комплексе это сыграть. Это уже трехголосие получается. Но и об этом трехголосе есть одно облегчение. То, что мелодию он хорошо знает. Это знакомая песенка. Вот такими вспомогательными заданиями для того, чтобы развивать концентрацию мышления, для того, чтобы развивать и навыки разбора правильные, для того, чтобы развивать многие качества, в том числе и предварительное слышание. Это как нельзя относиться к предварительному. Потому что он не может играть просто так мелодию. Он должен ее слышать. Правда? Вот такими заданиями я пользуюсь. Например, у меня есть такое. Птичка. Помните еще? Так вот. Ну, здесь тоже можно мелодию наизусть играть. А отдать ему левую руку. Тут ничего сложного нет. Так. Потом. Потом. То есть мелодию вовсе вы, так сказать, заранее знаете? А мелодию заранее знаете? А вот это? А потом скажите, а левую руку играй. А правую? Да. Это и большой ученик. Да, и все с вами. Но это уже вопрос координации. Кстати говоря, вот, например, такую. Очень несложно. Соль, ре, ре, соль. И все. Очень несложно. Но он должен вместе сыграть. Должен сказать, что эти вот вспомогательные задания, они развивают не только концентрацию внимания, не только полифоничность. они еще в связи с переносом этих рук развивают те необходимые двигательные, что ли, качества, которых часто педагоги забывают после первого года обучения. После того, как мы, они вот уже первые навыки дали, совершенно правильные, хорошие. Там они за них забывают все время, как их надо развивать. А если говорить серьезно, так они в перспективе, как мы говорили, в перспективе каждой навыки. Они приводят к чему? Вот, к этому. А вот еще некоторые так играют. Чего попасть туда? Нет! Понимаете, да? А если эти навыки есть вот там закладываются, вот или там значит, тогда постепенно, не забывая о них, усложняя задачи. Помимо этого, вот эти навыки очень необходимы нам приемы. Мне кажется, что и для взрослого исполнителя, которые говорят вот сложные вещи, уже лист, например, им нужно себе представлять, что это может быть что-то простое. Вот такое. Я бы сказал, даже на 7-е сломать. Да, это вы правы. Правильно. Нужно максимально облегчить задачу, а не усложнять ее. Я бы еще сказал, такое наблюдение, что если я вижу, что какой-то прием очень зажат, нехорошо получается у взрослого уже в сложном репертуаре, то, как правило, у него и в простом репертуаре те же недостатки. Поэтому корни всегда надо искать там. Вот поэтому наше обучение оно очень-очень важно. Хотя некоторые думают, что все зависит только от таланта ребенка. Нет, многое зависит и от педагогов. Какую систему ему дать, как его развить, насколько всесторонне, насколько перспективно развить. Вот это очень важно. Ну вот, так сказать, еще вот такой в апеле береза я делаю. То же самое у меня выписано только начало мелодика, а остальное значит левая рука послуха. Это практика показывает, что это очень и очень полезно. Хотя бы права это трудно. Ну, начнем с самых таких элементарных. Ну, а точнее трубка. Сюда и оттуда. Больше ничего нет. Но, тем не менее, а? Это уже так. Но если вы поменяете руки, это будет плохо. Между прочим, если говорить о концентрации внимания, то мы уже даже в дошкольном периоде, когда он знает только клавиши, но еще даже не знает но, но знает название клавиши, мы уже развиваем концентрацию внимания и непрерывное какое-то внимание, которое чрезвычайно важно для цельного исполнения. Мы развиваем таким образом. Я ему называю название нуты, а он и берет. Причем элементарные такие двигательные приемы, он уже изучил, что нужно вот так ставить руку, не надо тычком брать, не надо готовить, а вот как-то вот так, плавно, перенося ее. Кстати, когда мы этому учим, то мы говорим не неси руку, а неси звук на кончике пальца. Ты его дослушал, теперь перенеси его этот звук и продолжай вот здесь слушать. Когда он этому научился уже, таким приемом, пожалуйста, бери ноту ре, вот в пределах этой акции, до не этого, вот до си, вот твой участок, больше у тебя ничего нет. Возьми ноту ре, соль, никуда, нельзя, играй так, как мы тебя учили, ага, подними руку, соль, я подожду, ми, так же ми, ля, и мне я ему не даю опомниться, си, и таким образом у него развивается непрерывное внимание, он представляет раньше, я ему подсказываю, он ее представляет и переносит туда руку, значит здесь и прием технический действует, и концентрация, непрерывность, и все что угодно, и предварительное слышание тоже, и предварительное слышание, правильно, потому что по ассоциации он потом будет слышать, чем, да, сначала он соображает, видит, а потом слышит, вот, понимаете, и тут он даже еще не знает, так что воспитывать вот эти качества можно с самого первого прикосновения к лагерам, не надо забывать, с одним это выходит проще, с другими труднее, можно упростить задание, не нажимать, не делать так, чтобы двигательный прием стал для него главным, нет, звуковой, вот так звучит, можно не обратить внимание на то, что у него там немножко вот так, это не страшно, но чтобы он слушал себя, чтобы он соображал, чтобы он ввел, чтобы он концентрировал, это для нас главное, это потом даст, он бы их разрушил, вот, я не знаю, достаточно ли я ответил на этот вопрос о вспомогательном материале, который, я привел, я думаю, что очень ясно все, ну, прекрасно, о предварительном слышании мы много тут с вами говорили, это мы подробно этот вопрос разобрали, а что еще вы считаете таким основополагающим условием для него? Ну, первое, значит, первое условие предварительное слышание, есть и второе, конечно, первое есть, то второе в себе, а второе, это слуховый контроль, потому что можно, предварительно очень хорошо слышать, но на инструменте, не проверив, не слушая результат звучания, можно, так сказать, искажать и свою предварительность, когда он не будет соответствовать тому, что звучит. То есть, ты слышишь, но не доносишь, что-то другие. А многие так играют, когда предварительное слышание очень хорошее, музыкальный образ сформируется правильнее, но все это остается внутри где-то, вот, и переживается внутри, звуковое же выражение очень однообразное, серое и неинтересное. И когда ему говоришь, что ты играл, он удивляется, потому что он переживался, он все чувствовал. Кстати говоря, говоря о педагоге, тоже можно такое замечание сделать, которое я вынес из опыта. Вот некоторые педагоги так увлекаются занятиями с учениками, что вот те недостатки звукового выражения, которые у ученика нет, он дополняет своим воображением, своим переживанием. Он переживает, он горит, он часто устает от исполнения больше, чем ученик. И вот, когда таким образом его ученик играет на зачете, он тоже, он, некоторые, даже, звуки какие-то издают, краснеет. Иногда можно, смотря в затылок, сразу определить, чей ученик играет. Это вам всегда есть. Понимаете, он дополняет своими переживаниями те недостатки. И когда ученик кончает играть, он обводит победоносным взглядом, говорит, ну как, ему говорят, очень плохо. И он искренне возмущен. Понимаете, такое бывает с педагогом. Так вот, вернемся к слуховому контролю. Вот здесь слуховой контроль, как для педагога, он должен с открытыми ушами, ясными, слушать ученика. Увеличение педагога это прекрасная вещь. И витрилом всегда. Но при этом нужно открытыми уши. Тем более, если мы хотим этому научить ученика. У ученика тоже. Если от представления, от предварительного слышания зависит характер задачи, приемы и способы решения, все это зависит. то слуховой контроль это проверка качества исполнения. Качество выполнения этой вот задачи предварительной. Главная роль здесь отводится высокой требовательности уха. Вот это вот наиважнейшее. Ухо не имеет права мириться ни с какой неточности звукового выражения или с несовершенством технического выполнения. Чем выше требовательность уха, тем точнее воспроизводится задуманная картина. Можно сказать, что каждый играет так, как он слышит. Вот только в этой мере. Все, что дослушано, оно это живые звуки. Все, что недослушано, это мертвый фон. Слуховой контроль корректирует могущее возникнуть неточности, но в процессе конкретного озвучивания. или воплощения в соответствующих формах игровых движений. Поэтому, говоря о том, что музыкальное представление, а это Константин Николаевич говорит, музыкальное представление автоматически соединяется с движениями руки, кисти, пальцев, заметьте слово, автоматически, музыкальное представление. Гоффман по этому поводу говорит иначе. Если, говорит, мысленно-звуковая картина ясна, то пальцы ее выполнят без затруднений. Константин Николаевич тоже самое говорит. Автоматически музыкальное представление соединяется с движениями руки, то есть, со всеми пианистическими движениями. То Константин Николаевич в то же время напоминает то, что я вам сказал об одном при этом необходимом условии, что в сущности все заключается в том, чтобы внимательно себя слушать. потому что если внимательно себя не слушаешь, в данном случае о контроле мы говорим, то может, так сказать, автоматически соединиться совершенно в другую сторону неправильную. Понимаете? Признавая, что автоматически должно соединяться с необходимыми формами движения, он при этом напоминает, что прежде всего надо внимательно слушать. Значит, слуховой контроль это вот вести на этот пример. я уже приводил в начале мне кажется это однако. Если слуховой контроль наложен, он не позволит играть каждый звук отдельно движением, так как, чтобы звучание соответствовало цельному представлению фразы, надо обединить звуки крупным дыханием ази след в один. здесь контуры более мелкие, а здесь тоже есть свой контур, но он крупный. Мы будем так играть. Если же слухового контроля нет, то мы можем так играть. начать вращать, что характеризует о том, что правая подчинилась полностью от этим восьмым и начала крутиться вместе с ним. То есть мелодия попала в плен к аккомпанементу. Другой пример. Вот, скажем, возьмем Мозарта. для того, чтобы эта мелодия не рассыпалась, не дробилась, не рассыпалась на отдельные звуки или на мелкие части, слуховой контроль этого не должен допустить. Если слуховой контроль есть, он не допустит. выразительные живые выразительные восьмые должны звучать под куполом объединяющего контура. Понимаете? Они дыхают. Лишнее дыхание, лишнее движение они дробят и отяжеляют музыку. Дальше то же самое вот Ноктерна. Для того, чтобы это форте в третьем эпизоде этого Ноктерна обеспечить певучесть, ведь в сущности это форте или фортиссимо это на громкой звучности, но певучая та же певучая линия, которая есть только на громко. Для того, чтобы обеспечить певучесть этой и соотношение звучности с сопровождающими всеми восьмыми гибкость фразировки нельзя крайние октавы в обеих руках играть наскоком ради соблюдения метричной ровности, вот скажем. То есть успеть ритмически это будет правильно все, но это в звуковом отношении абсолютно неправильно. То есть мы должны... я хочу этим сказать, что слуховой контроль, потребность уха нам продиктует те или иные двигательные приемы, которые обеспечат нам дальнее певучее звучание форта. То же самое вот скажем возьмем технический, мелкая техника. наша задача, чтобы до конца последняя нотка была ясна. Вот многие играют так. это не только касается правой, некоторой левой вот тут нужно дослушать, можно даже остановиться. если мы слушаем, то мы дослушиваем до конца. А если мы дослушиваем до конца, у нас рука не стоит на месте, там цепляя вот так вот, без опор. Нет, передвигается туда, тогда она будет в бучаре. А нет, так она зацепит или не зацепит. Так быстро у мелодии. Да, А у Шопена все посадили это прежде всего в мелодии. Ну, не Шопена, и Тюк. Чтобы не было траги. Многие так играют. Я понимаю, в чем причина. А причина не рома. Дослушать, значит довести. А это дослушивание, оно касается не только вот таких примеров. Возьмем балладу. Многие так, и то есть недослушивание. А нужно перевести руку и опереться, но если не опереться, то во всяком случае побывать. На каждой, буквально на каждом звуке. Значит, мы сюда они не стоят на месте и цепляют. Можно рекомендуется это место, этот финал получить и стаккату. Не надо стараться легато отдельно. Не то, что стаккату, а отдельно. Это легче на каждую хорошо, устойчиво стать. Причем, если мы уж говорим об этом финале, то разучивая его, нужно учиться где-то замедлять, где-то входить в темп. То есть в таких местах, которые трудные, немножко замедлять для того, чтобы добиться звуковых задач, выполнить звуковую задачу и задачу удобства. Если мы это не 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 звука, без цены, то тебе скажу, я так к примеру говорю. В конечном счете — это облегчает технически? Это достигаем мы ровного звучания, достигаем устойчивой опоры. И потом, когда мы возвращаемся в темп, то следы этой работы заключаются не только в чисто технических моментах, что нам легче стало играть и что звучать каждая нотка. Но так как мы эти отклонения делаем непроизвольно, а в зависимости от фразировки, как бы в замедленной съемке, то следы этой фразировки остаются и лишают это место чисто такой автоматической ровности, придавая ему какую-то более музыкальную фразировку. Понимаете? Вот что значит здесь тоже, можно сказать, слуховой контроль определяет форму и меру. Игорь Михайлович, вот слуховой контроль, мы о нем с вами сейчас много говорили. Можно ли его развить как-то с детства? Да, обязательно. Этот контроль нужно развивать в детстве, где. Потому что недостатки такого развития, они остаются и в древом возрасте. Но в качестве одного из способов развития слухового контроля у детей, я пользуюсь следующим. И не только у детей. Ученик, исполнив пьесу, должен сам рассказать, как он ее сыграл. Обычно при этом маленькие, не только маленькие, но и некоторые даже взрослые, акцентируют внимание на мелких неудачах чисто технического порядка. Вот это место у меня не получилось. Не умею определить главное. Или же наоборот говорят, что все было плохо. Не понимая, что именно конкретно. Мы должны выучить их тому, чтобы оценку своей игры. Они начинали с крупных задач музыкального содержания, формы, целого и отдельных эпизодов. А потом переходили к оценке деталей вплоть до самых мельчайших. Вот при этом главным критерием должна быть звуковая сторона. Это эпизод из санаты. Там есть минорный эпизод. И так далее. Вот он должен рассказать, сеграфой ту санаты, достаточно ли было звукового разнообразия в отдельных эпизодах ее частях. И чем обусловлено это разнообразие? С точки зрения содержания, формы, а может быть и тональности. Например, чем взволнованнее минорный эпизод, чем больше у него такое динамическое развитие, тем отраднее возвращение к основной мажорной мелодии. Я привожу обычно пример такой еще. Если вас послали сходить в магазин, купить хлеб, то вас не будут торжественно так встречать. Сходите и вернетесь ничего. Особенно не произошло. Но если вас послали куда-то, где вы испытывали много опасности, это длилось долгое время, и за вас волновались, то ваше возвращение домой будет очень отрадным, радостным. Такое должно быть возвращение к репризе мажорной в сонате Моцарта после минорного эпизода. Значит, если там были события какие-то, а события должны быть в этой части, тогда возвращение к нему будет отрадным. Если же не было там ничего, то будет сплошное однообразие, одна линия, что минор, что мажор. Понимаете? Затем, это ребенок тоже может понимать, это несложно. Хотя теперь и в будущей стадии там, наверное, несложно. Затем, достаточно ли было звукового развития, скажем, в пределах эпизода? Найти кульминационную точку. Отсюда и форма. Вот возьмем, например... Одна. Другая. Кульминация. Значит, вот где кульминационная точка? Достаточно ли он развил? Почувствовали, что первое предложение было коротким, второе тоже коротким, третье предложение было объединяющим, и в третьем предложении была кульминационная точка. Есть одна маленькая еще деталь. Здесь вот начинка. Это тоже так же начинка. То есть с опорной точки. А здесь не надо. Почему? Потому что... Опорная точка сюда перемещается. Эта деталь, казалось бы, она незначительная, но она играет большую роль. И в понимании музыкального развития, и в понимании формы. Здесь не в квадратности. Квадратности не будет, да. Совершенно правильно. Не будет этой квадратности, не будет вот такой вот слишком однообразной. Об этом можно поговорить. Дальше. В пределах одной фразы тоже. Особое внимание нужно на конец. Фраза. Например, спросить его, как хорошо. Я не о конце сейчас, пока о начале. Или так. Или так. Заново взмахнуть. Он, конечно, скажет лучше второй раз. То есть не надо взмахивать. Так и играем. Почему? Потому что если мы взмахиваем, мы опять-таки дробим фразу. Мы не продолжаем этот звук. Он не переходит у нас в шестнадцатый. А тут в шестнадцатый начинается данный. Следующий момент. Как лучше. Так или... Конечно, он скажет так. Значит, вот вам технический прием. Не надо опираться. Не надо опираться, а наоборот. Но он норовит снять. Нет, извини, пожалуйста. Там четверть. Надо дослушать ее до конца. Когда будет... Когда не будет лишних движений в воздухе болтания руки, а пауза точно рассчитана на то, чтобы взять дыхание и опуститься в следующую фразу. Вот в таких разговорах можно привести еще другие примеры ему. Если он достаточно, так сказать, знающий, любивающий такой живой мать. Можно привести другие примеры о таких же концах. Вот он из той же санат. Вот он из той же санат. Тот же самый... Или, скажем... И так далее. То есть, вот так как можно интереснее ему обставить вот эту вот задачу простой фразы. Вот в таких беседах, где федагог не должен лишать инициативы ученика, чтобы она сохранялась. Он должен решать как будто все проблемы. А учитель должен, не перехватывая эту инициативу, и сподволь ему подсказывать правильные приемы. Вот как тебе больше нравится, так и так, значит, так и играй. Вот в этих беседах формируется способность ученика оценивать свое исполнение. Способность его слышать, значит. Значит, способность к слуховому контролю. Вот это один из самых таких, ну, правильных, надежных. При этом надо внушать им, что главные причины неудачи, технического, скажем, порядка, зависят от недостаточной музыкально-звуковой осмысленности данной трудности. Ну, например, возьмем, скажем, такую. Откуда происходит неровность в этой, часто, при исполнении вот этой природы Геера? А неровность от того, что он недослуживает. То есть он срывает последнюю ноту треугу. Вот это. Послушай переход первого в первую. Четвертый третий. Если он дослушает все, у него не будет торопливости, у него не будет резких каких-то скачков. И он постепенно, чтобы не играть так. То же самое в более раннем возрасте, вот скажем. Здесь тоже те же самые недостатки. Чтобы звучало ровно и ритмично, надо добиться плавного и непрерывного движения в чередовании рук. Каждую руку подводить к клавише, вот к моменту, как вы сказали, к моменту звукоизвлечения. Только. Но не раньше ставить. И это так же. Но не рывком, а плавно. Это первое, чтобы чередование рук было вовремя, плавно. И не заранее, и не поздно. Да? Но такое же чередование, такому же чередованию надо учить и между пальцами. То есть пальц не должен встать уже в позицию, и вот потом играть, каптаться на весе. Нет. Он так же должен подходить к клавише в момент звукоизвлечения. Значит, такая же закономерность между пальцами, какая закономерность и между руками. Это создает ясный, пластичный процесс исполнения, где каждое оно-то ясно звучит. И кроме того, это способствует дослушиванию каждого звука до конца. А это, собственно, и гарантия технической ровности. Таким образом, рука непрерывно движется. То перемещая опору от пальца к пальцу, двигаясь, то воздухи от группы к группе. При этом, внимание, конечно, тоже к соединению первого с первым, пятого с пятым и так далее в разных руках. Можно поиграть и аккордами. Для того, чтобы группа звучала. Но при этом тоже не брать аккорды, не ставить их заранее. А вот таким образом. Этот додержать до этого, а этот и потом брать. Можно медленно, но не ставить его в позицию. Мне кажется, в этом случае, если посмотреть даже беззвучно на движение ваших рук, можно сразу сказать, что у вас хорошо будет это звучание. Потому что вы очень правильно и гармонично как-то... В этом поводу Александр Борисович Гэден-Вейтер сказал такую вещь, что если между пианистом и вновь поставить стеклянную, непроницаемую для звука, стену, и я буду только видеть движение этого пианиста, то я должен по его движениям обязательно узнать характер исполняемой вещи. Иначе начнем неправильно. Это его принцип. Ну, в этом есть, конечно. Вот теперь возьмем шестую санату Бетховена. Там есть такой... Главный недостаток бывает учеников в том, что они играют как бы форшлагом. То есть, а от чего это зависит? От двух вещей. Во-первых, нужно представлять это как единую триоль, а не как левая-правая. Вот он. А во-вторых, нужно обязательно дослушивать пятый палец. Дослушивать его, а так, не срывать. Если же он не будет дослушивать, а дослушивать, значит, немножко перемещать. Это то же самое. Мы уже говорили о правом. Вот. То же самое, вот если мы будем играть... Мы не будем играть. Это не нужно, потому что от этого теряется мелодическая линия, вот в правой руке. Она должна... Значит, мы спокойно... Значит, мы немножко там замедляем и спокойно переходим вот этот скачок к басу. А если мы будем играть слишком метрично, то есть не дослушивать вот этого, вот это дослушать... Дослушаем вместе с этим. Если мы не будем дослушивать, то у нас будет резко звучать грязно всегда и не музыкально. Начнем с мелкой техники. В первую очередь, в мелкой технике действуют те же принципы переступания с одной клавиши на другую. Рассмотрим первый принцип. Первый принцип развития. Я их так, ну, может быть, грубо делю на два направления в развитии мелкой техники. Мы рассмотрим сейчас первое направление. Оно как раз связано с тем, чтобы тоже не нащупывать, не вталкиваться, не нащупывать, а брать, переступать. Кончик соприкасается с клавишей только в момент измельчения трюка. Для этого постановка руки должна быть такой, чтобы первый палец не лежал, а был полуподушечкой своей, прикасался вот здесь. Он первый и пятый, они как бы являются столбиками, которые сохраняют правильную позицию руки. Ну, это так, или гонтарно. Значит, на этом, на этой, в этой позиции, значит, остальные пальцы должны быть немножко сверху и соприкасаться с клавишей только в момент взятия. Причем, соприкасаясь, центр тяжести, если можно так центр тяжести назвать, какая-то опора внутренняя, она переходит на этот палец, на этот и на этот. Рука, как видите, немножко передвигается, но она не имеет права уходить за клавишу, за эту. То, кто это на уровне опоры этого пальца. Вот. Таким образом, вот из этого, из этого перемещения опоры с пальца на палец, при активном взятии ведущей роли пальцев, которые, как я повторяю, не имеют права подталкиваться, не имеют права встанавливаться, а вот так ходят, как ноги. Из этого перемещения руки и складывается контур, который огибает ту или иную структуру музыкального пассажа или фракта, или что хотите. Вот это принцип первым. Первый принцип, который мы постараемся с детства прерывать в той или иной степени. При этом, при этом, конечно, исключается отдельная взмаха. Я говорю всегда, с пальца смотрят вниз всегда. Они не должны туда смотреть. А где у них глаза здесь? Они всегда смотрят вниз. Это определяет даже в капоте степени положение кисти. Вот если она так опустится, они смотрят вверх. А так, Константин Николаевич Гунов очень любил такую довольно высокую кисть. И сам играл так, и от студентов требовал. Но она должна быть ровная? Нет, не в конце случае. Нет, вот это ровно. Конечно, конечно. И у каждого, в зависимости от строения руки, по-разному это будет. Значит, рука перемещается, как мы уже сказали, с пальца на палец, без толчков, без резких движений. В идеальном случае, как бильярдный шар, который катится по ровной поверхности. Ну, это в идеальном случае. И поэтому рука движется, плавно, очерчивая контуры фразировки, создавая каждому пальцу наиболее удобное положение. А так неудобно играть. Вот, доставая. Наиболее удобно. Причем, не имеем права мы раньше вот эту вот руку, чем палец взял. Нет. Палец ведет ее, вот тогда только рука передвигается за ним, как лошадь, лошадки, которые по извилистей дороге везут повозку. Повозка не может, наверное. Повозка идет за ними. Вот таким образом, я иногда объясняю детям так, они это хорошо воспринимают. Вот создавая каждому пальцу наиболее удобное положение. И подкрепляя силу этого пальца, поскольку опора перемещается, то не только силой пальца мы добиваемся звука, но и перемещением опоры оно подкрепляет силу каждого пальца. Таким образом, в пальце, ну, сила требуется меньше напряженности в самих пальцах. Ну, можно привести пример. то же самое. И так далее. Ну, то же самое. Незаметно происходит перемещение опоры с пальца на палец. Этим самым создается, обеспечивается свобода кисти, которую часто ищут в искусственном освобождении. Она заключается просто в том, что кисть подвижная в зависимости от перемещения пальца. Естественная и полезная свобода кисти. Игумнов говорит, рука должна постоянно приспосабливаться к рельефу фразы, фактуры и тому подобное. Мы видим, что такое перемещение создает наилучшие технические условия для дослушивания каждого звука. Упругое и подвижное соединение кисти с пальцами это мост. Вот эта вот кисть с пальцами это мост для взаимодействия со всеми остальными участками. Если этот мост закрыт, нет взаимодействия с этими. Через кисть происходит. Такое взаимодействие имеет большое значение для сохранения контуров фразы или пассажа в быстром уже темпе при усилении звука. Мы рассматривали... Мы можем из этого же примера... То же самое... Вы видите, рука совершенно свободна, а звучность увеличиваете, потому что она подкрепляется отсюда и контуры... Контуры получаются... И то же самое... Там дальше... Здесь часто или зажимается рука ученику, если нет этого взаимодействия пальцев с остальными частями, или же звучность делается худосочной такой... Так... Или зажимается от того, что они-то... А нужно... При этом пальцы должны быть совершенно свободны. При этом пальцы должны быть совершенно свободны. и так далее. Можно много примеров привести, подтверждающих, что при усилении звука в любом динамическом развитии пальцы должны оставаться свободными, потому что они получают подкрепление изнутри руки, и этим самым достигается свободное, непринужденное динамическое развитие. Но одна-то свобода, предупреждая, должна быть только полезным, но не разболтанным. На границе... Как играть? А мы пускаем только до границы пятого поэта. А локоть играет в какой-то роли? Конечно. Все играет роли. Но он естественно движется за кистью, потому что если этот мост открыт, то локоть будет естественно двигаться. Не надо специально говорить, вот локоть туда, триди сюда. Не нужно этого. Он должен идти так же, как вот вся система, которую ведут пальцы, которые являются вот самыми такими ведущими. Вот они приводят, при гармоничном соединении всех частей, они приводят в движение и предплечье, и локоть, и плечи. Я... Степень участия тех или иных звеньев аппарата... Она зависит от музыкальной динамической задачи. Правда? Степень участия. Так легкий ветерок колышет листья. Легкий ветерок колышет листья. А при усилении ветра приходят в движение ветви уже, да? А уж как бурные порывы, а не раскачивают весь ствол. И, скажем, там, может... Часто бывает наоборот. Некоторые... Когда вот нет совсем ветра, так он раскачивается... А когда наступает вот это... Остенеет в неподвижности. Бывает и так. Вот так играет. Однако ветерок у исполнителя, он приходит не извне, как у дерева, а изнутри. Поэтому листья и ветры, и стволы, они не колышутся изолированно. Никогда. Даже связь кончика с пальцем, со спиной, в различных пропорциях, ну, действует, как в пианисио. И, скажем... Ну, все равно связано. Если его оторвом не звучит, он не тянет. Связь. Как в пианисио, так и в фортисио. Или, скажем... Ну, это... Нечистое сыграло. Но, во всяком случае, здесь тоже... Мы не можем играть просто... Ставляет, не мипает. Никей Михайлович, для того, чтобы все это получилось, наверное, нужно много работать над технологией дома. А не ляжет ли это тяжелым грузом на пальцы, не перетомятся ли они от такой работы? Вы знаете, я хотел доказать, что не грузом ложится, а подкрепляет пальцы. Но, чтобы пальцы были живыми, при этом активными и свободными, все-таки их надо развивать. Для того, чтобы... Иначе, конечно, на недоразвитые пальцы ляжут тяжелым грузом. Здесь мы подошли ко второй задаче, или ко второму направлению в развитии мелкой техники, о котором я говорил. Достижение самостоятельной независимости пальцев. Это тоже нужно. Вот сочетание этих двух направлений, оно и должно дать нам настоящее качество мелкой техники. Я объясняю это так. Для того, чтобы достигнуть, вот работать над независимостью пальцев, мы должны провести четыре действия в одном импульсе. Первое действие, это опускание пальцев, взятие клавиши. Я не люблю слово удар, но в какой-то степени удар. Взятие. Второе действие, моментальное освобождение его от давления. Чем быстрее мы освободимся от давления, тем техника у нас будет лучше, четче, быстрее и более независимые пальцы. Третье действие, это подготовка, моментальная подготовка над следующей клавишей очередного пальца. То есть, я не имею врата, а потом поднимаю. Вот только ударил, я его освободил, а этот поднялся. И четвертое действие, это моментальный отскок предыдущего пальца, отыгравшего. Вот эти четыре действия нужно воспитывать так, чтобы они получались в одном импульсе. Трудная задача, воспитывать нужно постепенно, но это та самая задача, которая даст нас так называемый механизм пальцевой игры. Это развивает активность, силу, легкость и быстроту. Вот в сочетании этих двух направлений, то есть очерчивание контуров и вот это независимость, развитие независимости пальцев, так называемая механизация пальцев. В сочетании этих двух направлений, которые нужно развивать параллельно, как раз заключается главная задача звукоизвлечения в быстрой факторе. Однако, чтобы пальцы были живыми и активными, в протесте исполнения быстрых пассажей необходимо, чтобы они имели как бы глаза. тогда они не ложатся в клавиатуру, не вставляются, а берут. И в результате берут каждую клавишу, и в результате пассаж звучит яснее, ровнее и точнее. Евгений Михайлович, ведь для многих, по-моему, большой проблемой является первый пальц, его подкладывание. Подкладывание первого пальца. Это часто бывает неублюжие и мешает исполнению. Да, существует много способов подкладывания первого пальца. Я могу продемонстрировать тот, которым я пользуюсь. Значит, принцип подкладывания, он уже заложен в перемещении руки, руки в сторону движения пассажа. Вот, в наклоне руки при этом наклон маленький, наклон в сторону движения. Вот скажем, а первый палец, да, значит, главное, наклон маленький в сторону движения, и собирание пальцев, чтобы они не оставались там. И вот отсюда подкладывание. При собирании пальцев, я покажу лучедевой рукой, это, наверное, яснее будет. Вот, большой палец без напряжения приближается к следующей ноте, под которую он должен подкладываться. Рука немножко наклоняется туда, и первый палец здесь. он свободно берет. Вот он. А в это время этот палец, в данном случае третий, он должен быстро, по кратчайшему расстоянию перейти в новую позицию. третий. Здесь будет второй. третий. Тетий. 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 наиболее наиболее удобное положение для подкладывания первому пальцу, и остальным, и для того, чтобы перейти в это положение. Какие бы неправильности бывают? Неправильности заключаются в том, что первый палец остается здесь, на своем месте, и потом, в последний момент, он должен пройти большое расстояние. также неправильности бывает и в том, что после того, как первый уже сыграет, значит, этот палец идет через копыта вот такое вот круговое движение. Вот это тоже. Значит, мы действуем, мы играем по принципу наибольшей экономии. Значит, первый палец в наиболее удобном положении для подкладывания, второй палец уже по-кратчайшему переходит через первый. Да? Понятно. Вот, скажем, возьмем для наглядности еще доминанцев. Вот мы не должны держать так руку. С каждым пальцем ее собираем в сторону движения. И рука немножко наклоняется. Значит, мы уже здесь на том. Это я покажу на этом пальце, как вам можно здесь ну, это она. в обратном движении. В обратном движении. В обратном. Тот же процесс происходит. Через первый должен четвертый перейти. Значит, наклон в эту сторону. И вот четвертый по самому кратчайшему расстоянию. Предварительно приближаясь как можно ближе к первому, для того, чтобы это расстояние пройти по самому кратчайшему пути. Понимаете? но не натрагиваясь до него. Вот. Надо. Таким образом, этот способ создает нам наибольшее удобство и, главное, наибольшую экономию в движениях. Таким образом, мы достигаем ровности без вот таких в движениях. Таким образом, часто бывает. То первому не нужно садиться. Не нужно ему вот большое расстояние он уже на месте находится. И стоит немножко притронуться. Я иногда ученикам объясняю так. Вот это подкладывание. Значит, я говорю, представьте себе, что вы идете и у вас на пути вам попался такой ручеек, который вы не можете перепрыгнуть. Но там есть посредине ручека камешек. Но камешек этот не твердо стоит, он немножко шатается. И для того, чтобы перейти, вы должны чуть-чуть опереться ногой об этот камешек и быть уже на другой стороне этого ручейка. вот таким же образом скажем, камешек это вот для первого пальца. Таким образом вы должны прикоснуться первым пальцем и перейти на следующую сторону. Понимаете? чтобы не было опора. Рука не переседает. И рука не переседает, чтобы первый палец не погружался и не терял. Таким образом обычно, когда мы учим какие-то пассажи, надо избегать вообще больших опор на первом пальце. то есть, он должен проходить точно так же, как и остальные четыре пальца. Тогда этим обеспечивается ровность двинного пассажа. Много подобных задач в литературе. Ну, скажем, начнем с гамм. Или, скажем, ну, ну, например. Ну, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доктор субтитры создавал DimaTorzok Да это помогает но все равно проблемы в первом этюре остаются, но в какой-то мере мы подобны таким и другими некоторыми, которые есть упражнения, мы немножко подготавливаем их решение, облегчаем задачу. То есть вы даете этот перед, выучивали его тюдо или уже это с таким параллельно? Я думаю, что параллельно. А можно и перед, независимо от этюда, то есть для того, чтобы эти навыки были подготовлены так же, как мы. Все гаммы, которые перед, и в то время, когда встречаются они у нас в произведениях, и перед такими-то трудными. Вот так я бы ответил на вопрос о первом пальце. Евгений Михайлович, а какие способы работы над мелкой техникой вы бы рекомендовали, чтобы объединить все эти задачи, и контуры, и независимость, и подкладывание первым пальцем? Ну, начнём с медленного темпа. Возьмём антитюд Машковского. В чём здесь дело? Здесь соединяются как раз два направления. И соблюдение контуров, то есть переход опоры с пальца на палец внутри руки, и механизм, механизация вот этих четыре действия, о которых я говорил. Значит, прежде всего мы берём громко, громко, и моментально мы его отпускаем, только чуть придерживая. В это время очередной палец уже готов над следующей клавишей. Рука отклоняется в противоположную сторону от того, от той клавиши, которую мы должны взять, для того, чтобы какой-то маленький разматривать. И вот, таким образом, когда мы берём вторую клавишу, это мы резко отскаживаем. Значит, здесь есть такое условие, что рука в каждый момент должна быть исключительно свободна. Если в медленном темпе рука напрягается, то лучше не играть в медленном темпе, так. Если рука скована, если имеют медленный темп, вызывая скованность, то это бесполезно, а может быть иногда даже вредно. То есть в медленном темпе рука должна быть совершенно свободна. То есть как свободна? Активно, свободно. Вот смотрите. Здесь оно в позиции и напряжение какое-то. Можно вот так проверить. Чуть-чуть придерживаться. Или скажем. Пальцы, как видите, я поднимаю довольно высоко. Для чего? Но не настолько высоко, чтобы они напрягались. Нет. Это обеспечивается просто постановкой. Она немножко высокая. Вот на первом пазе. Почему высоко? Потому что медленный очень темп. Какой-то темп будет быстрее. Вот перейдем к среднему темпу. В среднем темпе тоже остается такой же четкий удар, такое же освобождение, такой же принцип. Но уже более плавное перемещение опоры. Да, там было перемещение опоры. То есть, можно сказать, как резкое перемещение. А здесь более плавное. Это еще медленный, там, средний. Здесь уже происходит вот такое какое-то движение руки, которое очерчивает, а внутри пальцы делают ту же работу. Ну, может быть, немножко легче, чем в медленном темпе. Когда же мы уже переходим к быстрому темпу, то остаются те же принципы. Но уже эти вот опоры руки, эти контуры даже, все становится едва заметным в перемещении. А на поверхности остается крупное движение руки. Тоже самое и угомолок. Тоже самое и угомолок. Тоже самое и угомолок. Есть еще другие способы работы над мелкой техникой. Ну, например, я применяю такие способы. Возьми эти же этюды. Висеть просто на клавишах. То есть, если я иногда говорю ученику так делать, что если я рояль отодвинуть, то руки упадут. А потом не извлекай следующую клавишу, а так перебирай, как будто бы ты вот, ну, висишь на веревке, а там нет у тебя, значит, земли. И вот, если ты делаешь, то ты делаешь, то ты делаешь, перехватываешь ты, только тогда бросать можешь эту руку, когда перехватишь другую. Да точно так можно. Такой способ я применяю, когда ученику не хватает достаточно глубины. Вот поверхностно. Отличка. Вот так. И делегата. Совершенно противоположный способ может быть. то есть играть стакката. То есть играть стакката. Ну, не такое стакката, а что такое? Какая рука прыгала? Нет. А чтобы пальцы брали, а рука все равно вела свою крупную линию. Я даю ученикам, когда им не хватает четкости, ясности, не хватает пальцевой такой активности, может быть. Он вообще развивает стакката активно. А потом играть можно. как бы ни стакката и ни легата. И, наконец, я могу дать еще такой способ. Совершенно без подъема пальцев. Это я даю тем, у кого немножко зажата кисть. Зажата кисть, пальцы четкие, но вот, чтобы ее немножко освободить, пусть он совершенно... Пальцы, да, активные, но очень легкие. Они лежат в раме. Такие схожи. Ну, и, наверное, может быть, это последний вопрос такой. Вы сейчас маститый, известный, очень педагог. И, в общем, как можно оценить труд педагога, наверное, по его результатам? Результаты у вас замечательные. Вы воспитали пианистов мирового высшего класса. Это такие фамилии, как Клитьмёв, Погорелич, югославский пианист. Сейчас с большим именем, очень популярный. Может быть, у нас не все его знают, но на Западе он широко известен. Это Владимир Фельцман, тоже пианист великолепный. Екатерина Новицкая. Все это очень громкие имена. Валерий Камышов. Валерий Камышов. И другие. И другие. В общем, сами эти фамилии говорят для себя. Что бы вы хотели пожелать внешним молодым педагогам, вашим коллегам? Несколько слов для них. Во-первых, по поводу маститов. Я не считаю себя маститом, но достаточно. В моем возрасте уже пора чему-то научиться и чему-то других научить. Я старался, конечно, научить, но главным образом мне, если говорить о этих известных именах, которые вы назвали, то какая-то заслуга моя есть, но в то же время мне повезло, что они ко мне попали. И, так сказать, я им чем-то помог, но и они мне помогли во многом. Они у меня чему-то учились, а я учился и у них. Потому что мы всегда учимся у талантливых пианистов. Вот. А в отношении советов, ну, прежде всего, я бы посоветовал уметь слушать ученика. Даже в несовершенном исполнении ученика надо уметь обнаружить характерные какие-то особенности его индивидуальности, которые не бывают одинаковыми, как непохожие походки людей лица. И вот нужно опереться на эти индивидуальные черточки и их развивать. Для этого на каждом уроке я советую не только работать просто с учеником, разучивать что-то, делать ему замечания, поправлять, но и часть времени просто слушать. Просто слушать. Желательно прослушать пьесу целиком. Помимо всего это повышает еще ответственность ученика. Вот это просто слушать. Сначала это может быть маленький какой-то пьеска или даже маленький тюдик совсем. Ну, и может сыгранный довольно коряво. А потом вот это время слушания, как на концерте, должно увеличиваться. Качество, конечно, исполнения с годами будет совершенствоваться, улучшаться. И в конце концов, в идеальном случае, педагогу все основное время урока займет то, что он слушает, как на концерте своего ученика. Это, конечно, идеально, если лучше. Это самое большое достижение педагога, когда ему уже больше нечего будет сказать ему. Но начинать это нужно с детства. Пусть это будет несовершенно. Это вот первый совет. Второй совет я бы хотел дать. Уметь слушать своего ученика так же, как и чужого. Потому что иногда педагог увлекается своими указаниями, правильными довольно, но начинает за ученика переживать и ощущать, и дополняет своим возбуждением недостаточную выразительность ученика. Увлечение педагога в работе с учениками – это превосходное. Необходимо качество. Оно воодушевляет, стимулирует ученика и способствует укреплению контакта педагога с учеником. Однако при этом надо держать широко открытые уши педагогу. Тем более, если мы хотим научить этому ученика. ПЕРЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...